Всем большой привет! Меня зовут Катя, я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодняшнее видео у нас с вами будет о покупках. О покупках косметики, как декоративной, так и уходовой. Будет много новинок, интересных штучек, поэтому если вам интересно, оставайтесь со мной, также подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм и ставьте большие пальцы вверх, мне очень важна ваша поддержка. Давайте начнем с декоративной косметики. Первое, что я хочу вам показать, это тени, а именно тени от Наташи Динона. Когда я смотрела видео Наталины о ее палетках теней, по-моему, у нее такое сборное видео не так давно было, эту палетку Наталина советовала как вариант на каждый день, что она очень хорошая, что у нее классная формула и вообще крутая палетка. Оттенок у этой палетки называется Camel, если честно, я уже ее попробовала, сегодня она на мне, я где-то дней 5, наверное, до сих пор, как я ее купила, я каждый день немножечко меняю комбинацию, просто пробую в домашних условиях уже вечером, что-то с ней сделать на глазах. И первое, что я точно хочу сказать, что меня покорила эта формула. Подобной формулы я ни у кого не встречала, мне очень нравятся тени от Анастасии Беверли Хиллз. Вот это вот не менее крутые тени. Мне даже показалось, что с этой палеткой мне проще работать. У меня ничего не было такого минималистичного в таких спокойных коричневых оттенках, плюс здесь есть очень красивый шиммерный цвет, который добавляет макияжу какой-то красоты, какого-то гламура, поэтому вы можете с этой палеткой реально сделать очень много макияжа. Это прям очень классная покупка в этом месяце. Вторая покупка от бренда Guerlain. Я думаю, вы поняли, что я подсела уже на эту косметику. Меня, естественно, очень подкупают упаковки, но нужно обращать внимание на качество. Не так давно, опять же, у Наталины вышел обзор на косметику Guerlain, и меня очень привлекла вот эта вещь. В целом, базы под макияж, они не делают ничего такого, знаете, сверхъестественного зачастую, да, то есть в основном это очень посредственные продукты, но Наталина порекомендовала эту базу, что она, в общем-то, даже что-то делает. Я решила ее попробовать, пока ничего не буду говорить, я ее буквально один раз на себя нанесла, но по первому впечатлению волшебная вещь, еще раз повторюсь, но не бегите покупать. Я пока что хочу протестировать, понять на себе, нужно это или не нужно. База достаточно дорогая, но я брала в золотом яблоки под скидки, как я обычно это делаю. Не вижу в этом ничего такого страшного, наоборот, очень приятно купить классный продукт подешевле. Еще из декоративной косметики я купила такой прозрачный гель от Evian Sabo для бровей, который просто фиксирует ваши брови. Если вы знаете что-то такое прикольное, недорогое для бровей, именно фиксирующие гели, посоветуйте, пожалуйста, в комментариях. Хочу попробовать купить средства для бровей от Anastasia Beverly Hills, но они очень дорогие, поэтому, может быть, что-то знаете более-менее бюджетное, что очень хорошо будет расчесывать и фиксировать брови. Следующая покупка это лак для ногтей от Chanel в оттенке Daydream. Безумно красивый оттенок, я уже включила, если честно, фавориты. Этот лак, потому что я пользуюсь им уже около трех недель, просто не показывала вам его еще в распаковке. Поэтому решила все-таки показать. Лак достойный, очень крутой. И сразу скажу, что это не так дорого, как кажется, потому что раньше я ходила на маникюр. Маникюр стоил от 1500 до 2500 примерно. Этот лак стоит 1400-1500, в зависимости от того, в каком магазине вы берете. И его, конечно же, хватит вам на несколько месяцев. Я сейчас перешла полностью на домашний маникюр, больше не хочу пока что связываться с салонами вообще. Теперь идем к уходовым средствам для лица. Первая покупка у нас будет полууходовая, полудекоративная. Это средство для лица от Shiseido. Я так понимаю, это крем для лица, который не содержит массы. Это увлажняющий крем с пиев защитой. Плюс, когда вы его наносите, он белого цвета, и вы начинаете его распределять от тепла вашей кожи, он начинает темнеть и становится таким тональным средством. Я еще не распробовала, нанесла один раз ради интереса. Мне показалось, что он сильно окислился на мне, но я подозреваю, что могла нанести его очень много на свою кожу, поэтому он дал такой эффект. К нему еще нужно приноровиться. Мне кажется, в этом креме есть потенциал, и в целом, когда у вас хороший уход на кожу нанесен, плюс он чуть-чуть дает легкий оттенок, выравнивая тон кожи. Это замечательно должно быть. Еще одно средство от Shiseido из этой же серии Waiso. Это такая матирующая эмульсия. Я ее наношу с утра после умывания, и знаете, она действительно мгновенно матирует, но как бы увлажняет вашу кожу. Я давно искала подобное средство. Тоже начала только-только пользоваться. Ничего еще не могу сказать. Вот буквально купила на днях. Следующая покупка – это вот такая сыворотка от Clorans. Я думаю, вы ее знаете. Она достаточно известная. Я наконец-то решилась ее купить. На нее тоже была какая-то гигантская скидка. Мне стало так интересно попробовать. Плюс тут достаточно большой объем – 50 мл. И мне нравится, что здесь есть дозатор. Здесь есть маленькая порция и большая порция. Это в целом делает уход более экономичным. В одной из моих любимых сывороток – Advanced Night Repair от Estee Lauder – там нет такого дозатора. Там вы пипеточкой, в общем-то, сколько нанесете – столько нанесете. Здесь мне нравится, что всегда будет, грубо говоря, фиксированный объем этой сыворотки. Что в маленькой порции, что в большой – вы всегда это под контролем будете держать. А не будете сверх нормы продуктов наносить. Буду сейчас активно использовать, активно тестировать. И позже уже вам расскажу, что да как. В этом месяце я сделала очень большой заказ в аптеке. Решила заодно попробовать вот такой крем. Я о нем уже очень давно слышала. Это разглаживающий крем от Vileda. Я не помню, по-моему, он с розой. Не уфито 30 мл. Попробую, скажу вам. Напишите, если вы пробовали, нравится он или нет. Потому что в одно время он на всех сайтах гремел. Все его рекомендовали. Следом покажу вам от этого же бренда. Это гель для душа с лавандой. Он потрясающе пахнет. Он настолько сильно пахнет лавандой, именно натуральной лавандой. Аромат действительно вселяет доверие. Как это тоже полностью натуральный гель для душа. Я недавно вам в распаковке сайта iHerb рассказывала о том, что не хочу сейчас пользоваться какими-то вредными средствами. Крайней мере, хочу минимизировать это все в своем уходе. И вот решила перейти на такие натуральные средства для душа. Конечно, это не дешевое удовольствие, но с моей кожей, с моими проблемами на ней, с моим лечением, которое я сейчас прохожу, лучше вот отдавать предпочтение таким натуральным средствам из аптеки. Можете мне посоветовать какие-то натуральные, не знаю, мыло, хорошие гели для душа, которые прям вот действительно стоят внимания. Буду ждать ваших комментариев. Следующее средство от La Roche-Posay это термальная вода. Я купила ее по вашим советам. До этого я пользовалась термальной водой от Виши, тоже она очень нравилась. Но первое отличие, которое я заметила, то, что та водичка, она немножко соленая, когда ее пшикаешь и на губах остается небольшой слой такой, чуть-чуть чувствуешь соль. То, когда сбрызгиваешь лицо вот этой водой, никаких вообще солей, ничего не чувствуешь. Поэтому вот первое впечатление, оно такое. Тоже буду в этом месяце активно пользоваться, потому что на улице у нас невероятная жара. Очень жарко, очень сухо. Очень хочется себя катить постоянно просто литрами этой термальной воды. Я думаю, что на лето это реально классная вещь, поэтому тоже можете присмотреться к термальной воде. Сухой шампунь Cloran, которым я пользуюсь уже, по-моему, в третий раз, я его покупаю в третий раз, очень мне нравится, приподнимает корни, делает хороший объем на голове и действительно освежает вашу укладку, вашу прическу на второй-третий день. То есть он очень хорошо работает. Поэтому я вам его советую. Вот, например, сегодня я помыла волосы, уложила, все это сделала. Завтра я встану, пройдусь сухим шампунем и все. Я могу идти со свежей укладкой, со свежей прической. Еще объем будет сильнее, чем у меня сегодня. Хорошая вещь. Единственный момент, что он может оставлять такой белый, что ли, след на волосах, но его просто нужно очень хорошо вмассировать. Можете также написать внизу ваши любимые сухие шампуни, я обязательно почитаю и присмотрюсь к ним. Еще купила солнцезащитный спрей от Avene. Я не знаю, вообще хороший он или нет. Я делала опрос в инстаграме, вы мне очень много насоветовали всего. Я поехала в магазин и спонтанно купила вот этот спрей, еще не прочитав ваши комментарии. Я почему-то думала, что он для лица подходит. И первое, что я сделала, когда приехала, я прыгнула себе на лицо. Здесь будут фотографии забавные, как у меня произошло знакомство с этим спреем. Вот, я буду использовать его в качестве такого молочка для тебя. Я хочу что-то такое для лица, вот тоже в форме спрея, только может быть как аэрозоль, я даже не знаю, что лучше. Так как у меня жирная кожа, если я еще буду мазать какой-то крем SPF, мне кажется, у меня все сойдет просто с лица. Вот такой вот жирный блин будет, это совершенно будет неэстетично и некрасиво. Может быть, вы знаете какие-то крутые средства именно в качестве спрея для лица, либо в качестве чего-то такого вообще незаметного. Чем было бы легко и приятно пользоваться, напишите мне, пожалуйста, ваши любимчики в комментариях. Я буду ждать ваши комментарии в надежде, что я что-то найду. Потому что я, честно, никогда не пользовалась ими. И первый год, когда мне даже доктор сказал, что все серьезно, надо этим пользоваться. И тут я поняла, что я вообще не знаю об этих средствах ничего, к сожалению. Последняя покупка от La Roche-Posay это Effaclar. Я думаю, все о нем знают, это Effaclar Duo Plus. Он борется с несовершенствами кожи, с постакна, с какими-то серьезными проблемами и так далее. Я думаю, вы можете почитать о нем в интернете, потому что это тоже такой все равно аптечный препарат, я считаю. Стоит присмотреться с большим вниманием, в том плане проконсультироваться с доктором, либо с дерматологом, чтобы не навредить коже. Потому что я как-то первый раз купила без надзора доктора. Он сделал мне ожог всего лица, и я года два вообще не могла наносить этот Effaclar. Это было связано с тем, что у маленького процента людей кожа таким образом реагирует на этот крем. Первый раз. То, что у маленького процента людей происходит такая реакция из-за того, что кожа вот так вот знакомится с этим препаратом и пропускает это все через себя. Я не знаю, в общем, программируется по-новому, как будто бы. Это очень сложно объяснить, я не знаю. В общем, я читала про это научные статьи, и таким же языком я не смогу вам это объяснить. Сейчас я наношу Effaclar на сильные воспаления, на какие-то прыщики, на какие-то неприятные моменты. Они всегда очень быстро заживают, проходят, по крайней мере, этот процесс происходит быстрее и безболезненнее. Поэтому, если у вас есть такая же сильная реакция на Effaclar, можете наносить его точечно, на какие-то прыщички, на какие-то воспаления. Тогда, я думаю, мне нанесет вам вреда сделать только лучше вашей коже. На этом все. Я очень рада, что вы посмотрели это видео. Надеюсь, вы нашли для себя что-нибудь полезное, что-то интересное. Конечно, мне нужно время, чтобы попользоваться, чтобы понять, что мне нравится, что мне не нравится, что я могу вам рекомендовать. Поэтому подписывайтесь на мой канал, следите за моими видео, мне будет очень приятно. Я желаю вам всем прекрасного дня, прекрасного настроения. Увидимся в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok